МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда природа не справляется, помогают люди. У нас появилась новая продукция – это личинки Каспийского лосося. В Чигемском районе восполняют ресурсы Каспийского моря. Курс уже на третью победу. В республике готовятся к Кавказским играм 2013. Организаторы обещают – праздник будет грандиозным. С планом реализации программы развития Северного Кавказа должны определиться до конца августа. Об этом Дмитрий Медведев заявил сегодня в Пятигорске на заседании правительственной комиссии. На встрече участвовали ряд федеральных министров, руководители субъектов СКФО, в том числе глава Кабардино-Балкарии Арсен Коноков. Согласно госпрограмме, ежегодный объем инвестиций в округе должен вырасти до 2 триллионов рублей, а объем валового регионального продукта – до сич 6 триллионов. Мы связались по телефону с руководителем пресс-службы главы и правительства КБР Залиной Шакаровой, которая находится в Пятигорске. И вот что… Мне режиссеры подсказывают, что к этой теме мы вернемся чуть позже, а пока продолжаем выпуск. До начала заседания Дмитрий Медведев посетил Международный молодежный форум «Машут-2013». Вузы должны быть активнее, сотрудничать с работодателями, а неэффективные учебные заведения, чьи выпускники не могут найти место на рынке труда, должны быть закрыты, заявил он. Сегодня премьер ознакомился с жизнью палаточного городка в Пятигорске. Участники показали Медведеву внутреннюю социальную сеть форума, она позволяет отслеживать проходящие и планируемые события. Кроме того, система автоматически формирует рейтинг тех или иных акций, исходя из количества посетителей. Впрочем, речь шла не только об информационных технологиях. Касаясь стоимости бензина, Медведев заявил, что низких цен на топливо не обещает, но завышение следует пресекать. Не обошли стороной и вопрос о сдаче единого госэкзамена. Надо совершенствовать систему, сваливать все недостатки ЕГЭ на Министерство образования нельзя, отметил пример. А также добавил, что в современном мире конкурентным преимуществом россиян является знание нескольких языков, в том числе русского и национального, которые есть у многих. Сегодня в Верховном суде КБР начались прения сторон в процессе по делу о нападении на Нальчик. В октябре 2005 года сообщает РИА Новости. Руководитель группы гособвинения Ольга Чебенева сообщила, что намерена приводить доказательства поочередно по каждому из объектов нападения. Напомню, рассмотрение уголовного дела по нападению на Нальчик началось в марте 2009-го. Перед судом первоначально предстали 58 подсудимых. Позже дело в отношении одного из обвиняемых, который заболел туберкулезом, было выделено в отдельное производство. Уголовное дело насчитывает больше тысячи томов. Федеральная служба судебных приставов намерена жестко взяться за должников по услугам ЖКХ. Уголовные дела за неисполнение решения суда, растрату арестованного имущества, а также за злостное уклонение от уплаты долга теперь будут возбуждаться чаще, сообщает газета «Известия». Поводом для такого решения стали результаты масштабной проверки. Выяснилось, что с января по май российские приставы не смогли взыскать долги в сфере ЖКХ в 70% подобных случаев. В службе надеются, что ужесточение образумит должников. Дело в том, что санкции по некоторым статьям предусматривают заключение на срок до трех лет, а также крупные штрафы. Но, как отмечает «Известия», ведомство не преследует цель посадить как можно больше неплательщиков. К судебному преследованию прибегнут в крайнем случае, когда иные меры не подействуют. В минувшие выходные МРСК Северного Кавказа начала массовое отключение должников по оплате электричества. Рубильники сработали в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. В число отключенных попали физические и юридические лица. По данным компании, в КБР 164 недобросовестных плательщика. Энергетики подчеркивают, что пошли на крайние меры из-за слабой платежной дисциплины потребителей и многочисленных фактов воровства электричества, которые были выявлены в ходе проверок. Это не первый решительный ход руководства МРСК. Подобную акцию уже объявляли в июле. Тогда почти 2500 потребителей Кавказа погасили свои долги до момента отключения. Это не разовая компания. Сейчас в МРСК Северного Кавказа это будет введено в практику. Насколько срабатывает эта мера? Безусловно. Давайте посмотрим. Только за прошедшие выходные, 16-17 августа, из 430 лиц, физических лиц, которых предлагалось отключить в частности по Кабардино-Балкарии, 200 сразу вернули все долги. Из 11 потребителей юридических лиц, 8 оплатили свои долги. То есть отключать пришлось всего лишь из трех. Как видите, практика предупреждения должников о том, что их могут отключить, является весьма результативным инструментом. И мне подсказывают, что связь с Пятигорском налажена. На связи с нами руководитель пресс-службы главы и правительства КБР Залина Шакарова. Залина, о чем говорили на заседании? На заседании состоялось обсуждение вопросов, связанных с реализацией госпрограммы развития Северокавказского федерального округа до 2025 года, исполнением указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года о долгосрочной государственной экономической политике. Обсуждались также вопросы межнационального согласия и реализации демографической политики в России. Глава Кабардино-Балкарии Арсенкануков отметил, что в Кабардино-Балкарии создана специальная комиссия по мониторингу выполнения майских указов и поручений президента Российской Федерации. Так, во исполнении вышеназванных указов о долгосрочной государственной экономической политике в Кабардино-Балкарии намечено создание к 2020 году около 30 тысяч рабочих мест, увеличение объема инвестиций в экономику к 2018 году не менее чем в 1,7 раза. Также Арсенкануков отметил, что в Кабардино-Балкарии продолжается работа по реализации инвестиционных проектов с привлечением государственной гарантийной поддержки. По итогам заседания Межведомственной инвестиционной комиссии по проведению отбора инвестиционных проектов, претендующих на получение в 2013 году государственной гарантии Российской Федерации по кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов на территории СКФО, одобрены два инвестиционных проекта – это «Этана» и «Юг-Агро». Спасибо. На прямом телефоне в связи со студией была руководитель пресс-службы главы и правительства КБР Зелина Шакарова. Продолжаем выпуск. На Чигемском форелевом рыбзаводе разработали новый метод восполнения биоресурсов Каспия. Уникальная экологическая среда моря, на которой еще недавно приходилось 90% мирового улова, под угрозой. После возведения многочисленных ГЭС и плотин рыба не может подниматься на нерест. Решением этой проблемы сейчас занимаются сразу несколько учреждений и предприятий Юго-России. Только Чигемские форелевы заводы ежегодно выпускают в реки более 100 тысяч мальков Каспийского лосося. До сих пор их выращивали в бассейнах с артезианской водой. Однако в естественных условиях значительная часть молоди, как правило, гибнет. Поэтому на заводе параллельно разработали новую технологию, в водоемы выпускают еще и личинки. У нас сформировано достаточно большое ремонт на маточное стадо, около 5000 штук. У нас сейчас есть возможность собирать половые продукты, икру, которые раньше просто неоткуда было взять, так как рыба находится под угрозой исчезновения, отловить ее в естественных водоемах почти невозможно. В этом году мы выпустили 400 тысяч штук личинок, сверх установленных ранее плановых показателей. Личинки развиваются уже в естественной среде и более адаптированы к внешним угрозам. В результате процент их выживания в сравнении с мальками гораздо выше. Учитывая, что лосось занесен в Красную книгу России, для экосистемы Кабардино-Балкарии и Прикаспии это имеет принципиальное значение. Вслед за присвоением Аграрной академии нового звания университета последовало издание научно-практического журнала «Известия КБАУ». Свет увидели уже два номера. С выходом третьего журнал официально выйдет в перечень высшей аттестационной комиссии России. Издание призвано помочь аспирантам и магистрантам в исследовательской деятельности. Кроме того, публикации в научной периодике нужны соискателям ученых степеней. Для защиты кандидатской как минимум три статьи, для докторов от десяти и выше. При этом требования к статьям очень высокие. Первое – это плагиатство оно должно быть. Второе – результат должен быть оригинальным и оно должно иметь научную значимость. И для того, чтобы публиковаться в этом фурнале, обязательно, кроме того, как статью представить, нужно еще обязательно рецензию профессора и доктора наук по этой вот рецензии, которая выполняется в статье. В составе редколлегии 20 экспертов. Первый номер они отобрали всего 34 статьи из сотни представленных. Преимущественно это результаты исследований по разным направлениям – от агронаук до гуманитарных трактатов. К другим темам. Альпинисты из Ленинградской области приехали на Кавказ искать останки солдат Великой Отечественной. Сегодня началась экспедиция Эльбрус – Высокий фронт. Ее приурочили к 70-летию освобождения от фашистов самой высокой горы Европы. На Эльбрусе тает ледник, становятся доступны места гибели солдат Красной Армии и предметы снаряжения, погребенные там с 1942 года. Жители Ленинградской области присоединятся к 80 военнослужащим Минобороны России, которые уже работают на склонах. Напомню, поисковая экспедиция на Эльбрус проходит при поддержке главы Кабардино-Балкарии. Ленинградцев шестеро, у каждого больше 10 лет опыта поисковой работы, все участники экспедиции уже поднимались на вершины больше 5000 метров. С собой они привезли оборудование для работы со льдом и мерзлой землей. Завершится акция Эльбрус – Высокий фронт 31 августа. А тем временем сам двуглавый исполин в мультимедийном проекте «Россия-10» занимает не самую выгодную позицию. Гора счастья опять спустилась на 40-е место. Теперь, чтобы войти в тридцатку лидеров, нам необходимо набрать более 170 тысяч голосов. Первое место на конкурсе с более чем 4 миллионами кликов занимает Грозенская мечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце Чечни». На этот момент от ближайшего конкурента – Новосибирского зоопарка Эльбрус отделяет почти 50 тысяч голосов. Будем надеяться, что до сентября ситуация выровняется и мы сможем вырваться вперед. Свою лепту может внести каждый. Голосуйте за высочайшую точку Европы на сайте 10Russia.ru или отправляйте смс с текстом 343434 все через пробел на номер 1880. Стоимость одного сообщения около 4 рублей. О спорте. В республике готовятся к Кавказским играм 2013. Это ежегодный спортивный фестиваль. В прошлом году он прошел в Нальчике, а в нынешнем состоится в Пятигорске. Сначала районы, а затем республиканские отборочные этапы на этот раз принимает Терек. Стадион вмещает около полутысячи человек. Подрядчики уже закончили косметический ремонт, поменяли кресла для зрителей. Впереди замена асфальтовой дорожки. Отборочные соревнования стартуют 25 августа. В этот день каждое селение района разместить здесь по подворью, чтобы праздник получился не только спортивным. Около 45 человек. Это будет сборный район. Там три командных вида спорта. Это как притягивание каната, мини-футбол и легкая атлетика. Эстафета. 4 по 200. Во всех видах мы будем принимать участие. Даже в стрельбе из рук. Республиканский этап Кавказских игр 2013 стартует 6 сентября, а сам фестиваль начнется месяцем позже. День военно-воздушных сил России отметили в прохладном, хоть и с опозданием, зато на вертолетах. Такой праздник здесь прошел впервые. Его инициировала Федерация парашютного спорта КБР при поддержке администрации города. Вертолетной площадкой и местом приземления парашютистов стал центральный стадион прохладного вместо традиционного поднятия государственных флагов. Спуск в знамен с неба. Число прыжков у некоторых парашютистов достигает 800, а гость из Дагестана именно здесь совершил свой юбилейный 500-й прыжок. И уже на земле слова благодарности. Спасибо летчикам, все хорошо было. Зрителям также продемонстрировали спуски с вертолета, а летчики выполнили фигуры высшего пилотажа. Возможность увидеть город с высоты птичьего полета получили все желающие. Ну, непередаваемые ощущения. Страшно, немного качает. Замечательный праздник. Мы в большом восторге. Это большой подарок для города прохладного. В завершение праздника парашютистам вручили дипломы администрации района и города, а местная детвора отправилась в кабину вертолета на фотосессию. Сегодня православные отмечают преображение Господней, или как его именуют в народе яблочный спас. Это один из 12 главных праздников года. Считается, что в этот день Иисус явил ученикам свою божественную суть. В Нальчике верующие собрались в храме Симеона Столопника. Здесь состоялся праздничный молебен. Яблочный спас еще называют первыми осенинами, то есть встречей осени. Считается, что этот праздник призван напомнить людям о необходимости духовного преображения. В праздник преображения совершается освящение винограда. Там, где виноград не растет, его заменили яблоками. И иногда называют в России спас яблочный. А виноград освящается потому, что именно из сока винограда делается вино. А вино Господь благословил и дал как святое причащение своей крови божественной. С медом, с яблоками, с виноградом. Все, все, что есть, что могла донести. А теперь я приду дома и потом соседей буду угощать. По традиции в этот день освящают плоды, причем не только яблоки. Таким образом прихожане выражают благодарность за новый урожай. С праздником связано множество примет. К примеру, если погода на яблочный спас хорошая, то зима будет холодной. А если идет дождь, то и осень будет дождливой. В отличие от народных примет, профессиональные синоптики делать столь долгосрочные прогнозы остерегаются. Какой завтра будет погода по республике расскажет Зухраб Шихачева. Я уже прощаюсь с вами и напоминаю все выпуски программы вы еще раз можете посмотреть на сайте вестикобр.ру. Удачного вам вечера! Солнцезащитные очки. Лимитированная коллекция 2013 года уже в продаже. Ведущие бренды. Ленар Оптик. Торговый центр офиса «Дом». Это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства всех ценовых категорий. Наш адрес улица Кирова 294. Добрый вечер. По прогнозам, начало недели будет умеренно теплым. Во вторник в нашем регионе небольшие дожди, а температура около плюс 27. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. В Зорском районе не исключен дождь, 26 тепла. В горах тоже осадки, местами довольно сильные и с грозами. По подножию Альбруса днем в пределах 9 и 11, а ночью будет всего 2 градуса тепла. Над Тернаузом временами облачно, термометр покажет плюс 15. Гораздо активнее будет прогреваться воздух в Баксане, Чегеме и Нордкале. Там до 27 градусов и осадки. Около этой же отметки окажутся столбики термометров в прохладненском и майском районах, сухо. А вот над территорией Терского и Лискенского может собраться дождь. Синоптики ожидают плюс 25-27. При малооблачной погоде в Кашхатау грозовые дожди. В Нальчике сохранится средний индекс комфортности погоды при плюс 26 вероятной осадке. Таков прогноз от Росгидромедцентра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова